Ребята, всем привет! Вы на канале с Аленой и вы на канале с холистическим психологом. Я автор двух проектов. Первый проект – это «Жизнь без невроза», в котором обсуждаются все моменты, которые вызывают у вас психические, психологические нарушения. Второй момент – это проект для женщин, в котором идет профилактика гормональных нарушений, «Периодическое голодание» называется, и там включено очень много. Сегодня говорим про диабет, очень важную тему, которая затрагивает и неврологию, и психологию, и мой второй проект. Ко мне поступает много людей, которые жалуются на потерю памяти, внимания, хроническую усталость, тревогу, страхи, панические атаки. За 10 лет я могу сказать, что я отработала все эти моменты со своими клиентами, и знаю, что это связано не только с психологической историей. Об этом многие психологи молчат. А я говорю, и потому что хочу с вами этим поделиться. Если у человека есть диабет, у него будут психологические нарушения. Это не значит, что он психически болен. Это значит, что у него чисто мозг работает немножко по-другому. И он может впадать в тревогу, в страх, в стресс, при гипокалиемии и высоком сахаре. И когда энергия от сахара не может быть израсходована, она, что, как вы думаете, она идет в жир, в жировые депо. Если из крови нужно вывести избыток сахара, и сахар не расходуется на энергию, и вам не хватает калия, то сахар просто превращается в жир. Соответственно, из-за этого у человека недовольство, апатия, тревога и стресс. На что нужно обращать внимание, если вы поняли, что у вас такая история, как преддиабетическое состояние? Во-первых, нужно обратить внимание на уровень жизни, в котором у вас либо есть стресс, либо его нет. Нужно обратить внимание на питание, на двигательную активность и на саплименты. Диабет без саплиментов очень сложно исправить, если вы не на кетодиете. Могу сказать, что во многих случаях кетофлекс, LCFH с саплиментами, движением делает чудеса. Правда. Но это нужен хороший доктор рядом или разбор с грамотным нутрициологом. Могу сказать, что диабет и первого, и второго типа очень проблематичная история. При диабете первого типа в поджелудочной железе серьезные проблемы. Инсулин растет, ее клетки, которые производят инсулин, перестают работать и сахар растет. То есть вот такая история. При диабете второго типа проблема в печени. И если у вас или та, или другая проблема, это ведет к нервным истощениям. Гормон роста сжигает жир. Он тратит запасы жира на поддержание сахара в крови. И оказывает антивозрастное действие. Также предохраняет белки от превращения в сахар. Если вы смотрели мой ролик про гормон роста, то вы уже знаете, на что нужно повлиять и что нужно сделать. Если вы не посмотрели, посмотрите обязательно. Могу сказать, что диабет возникает по разным причинам. По психологической в том числе. Рассказываю примеры. В консультациях в основном по этому вопросу сейчас были женщины. И живя в семье со свекровью, женщина не может комфортно себя чувствовать. Постоянное напряжение, постоянные дележки, постоянные накруты, которые идут подсознательно. И женщина обращает внимание на то, что я хочу уйти, но уйти с мужем не могу, пока нет финансов. На этом фоне постоянно, постоянно на стрессе растет сахар. И как бы она ни старалась соблюдать диету, двигаться активно, все равно происходит момент страшный, потому что очень много стресса и тревоги. На тревоге горят белки. И вот если вы хотите справиться с такой историей, очень важно для себя понять, что вызывает первичную проблему. Обстановка, либо образ жизни, либо гормоны. Бывает так, что у меня в консультациях есть девочки, у которых в семье диабет, которые уже вышли в менопаузу в раннем возрасте. И, соответственно, да, они очень хотят справиться с этой историей, но не всегда получается, потому что ментально, морально и да. Могу сказать, что все это исправимо. Нужно обратить внимание на печень, на питание, на движение и на релаксацию. Если у вас в жизни много стресса, первое, что нужно сделать, избавиться от стресса. Напишите, пожалуйста, под видео, что вы поняли, что вам было интересно и что вы заметили. Сегодня у меня утром в 5, у меня бывают консультации, так как я по миру работаю, да, в онлайне, то вот в 5 утра у меня была консультация с девушкой из Кипра. Она привела в консультацию свою маму с диабетом. И я подсказывала по саплиментам, по микроэлементам, по образу жизни. Но задача была в чем? Соориентировать человека в возрасте о том, что он может сделать, дабы противостоять своей ситуации. Но когда человек готов, он услышит, а когда не готов, он сделает все, что угодно, чтобы этого не слышать. Я даю очень объемную информацию. Кому интересно, приходите в прямые эфиры и делитесь, потому что там есть психологические разборы, в которых вы можете найти себя и уже выздороветь ментально. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok